Итак, глубоко уважаемые коллеги, сейчас в лечении десиминерного рака яичника мы используем два основных подхода. Первый подход, который является золотым стандартом, это подход, подразумевающий применение первичной ситуативной операции с последующей одевантной химиотерапией. И альтернативный подход, который заключается в проведении неодевантной химиотерапии. И неодевантная химиотерапия неразрывно связана с понятием интервальной циторедуктивной операции и, как правило, с последующим проведением послеоперационной химиотерапии. Дело в том, глубоко уважаемые коллеги, что я не являюсь химиотерапевтом. Все-таки основной вид деятельности нашего отделения – это хирургические лечения злокальчных опухолей. И в этом докладе, позвольте мне не концентрировать ваше внимание на используемых препаратах, режимах дозирования, необходимости редукции дозы, эффективности дозы, интенсивности схемы химиотерапии. Потому что все-таки я считаю это прерогатива компетентных специалистов. А я бы хотел продолжить ту тему, которую поднимали предыдущие докладчики. А именно, кстати, на мой взгляд, наиболее важного вопроса, касаемого лечения больных дезинфицированных форм врач-лечении, а именно выбора, по какому пути пойти – по пути первичной циторедуктивной операции или на демантной химиотерапии. И все-таки как специалист, который работал и в федеральном центре, и работал в городском здравоохранении, я бы хотел этот вопрос рассмотреть не только с точки зрения научной, и с точки зрения принятых клинических рекомендаций, но и с точки зрения вот именно практической ситуации, той ситуации, которая есть сегодня в Российской Федерации. Итак, классическими критериями отбора больных для проведения демантной химиотерапии является отягощенный соматический статус пациентки, высокий риск после операционных осложнений в результате первичной циторедуктивной операции. И второй крайне важный критерий – это невозможность достижения оптимальной циторедукции. На этом слайде представлена достаточно простая схема лечения пациентки с демантным раком и яичником, включающего в себя проведение демантной химиотерапии. И основной целью проведения демантной химиотерапии является увеличение частоты оптимальных либо полных циторедукций и, конечно, заснижение переоперационных осложнений и смертности. На самом деле, насколько мне известно, в Российской Федерации это тот подход, который на сегодняшний день в учреждениях практического здравоохранения используется наиболее часто. И сегодня на наших совместных мероприятиях, на конгрессах, конференциях мы часто слышим критику в адрес этого подхода в аспекте недостаточной эффективности этого подхода с точки зрения онкологических результатов, с точки зрения формирования химиорезистентности и так далее. И связано это в целом с изменением парадигмы в лечении рака яичников, которая произошла в последние годы, когда мы стали более интенсивно и более часто использовать расширенные циторедуктивные операции. Ну, действительно, на сегодняшний день ситуация в химиотерапевтической области в отношении лечения рака яичников такова, что мы не видим каких-то революционных изменений. Мы используем таксановую платиновую химиотерапию. Да, недавно появились паркинебидеры, к сожалению, применение которых ограничено. Поэтому, наверное, единственным путем для увеличения эффективности лечения десиммерного рака яичника является расширение нашей хирургической агрессии. И действительно, многие команды, которые занимаются этим видом лечения, они достигли очень хороших результатов. Вот этот график процитирован от наших коллег из Мемориал Слава Катеринга, в конце центра. И посмотрите, они добились весьма впечатляющих показателей медианы выживаемости, составляющей в 72 месяца при применении концепции полной циторедукции. Действительно, сегодня уже хирургия рака яичников вышла далеко за рамки той операции, о которой мы говорили часто раньше, именно эксцерпации матки с придатками, резекции большого сальника. И в основном она вышла за рамки этой концепции благодаря применению различных хирургических манипуляций в верхнем этаже брючной полости, которые, собственно, раньше мы не очень-то выполняли. И действительно, если брать существующие публикации, публикации, отраженные в перспективных и ретроспективных исследованиях, показатели выживаемости больных при применении такого подхода достаточно высоки. И совершенно очевидна разница между выполнением неоптимальной циторедуктивной операции и полной или оптимальной циторедуктивной операции. То есть то стремление, которое на сегодняшний день реализуют хирурги, занимающиеся циторедуктивными операциями, а именно стремление достичь полной циторедукции, по данным этих публикаций, оно является, конечно же, оправданным. Но на самом деле ситуация вообще в целом на практике не так хороша, как это написано на бумаге. Доля оптимальных циторедуктивных операций при раке яичников, она варьирует в широких пределах в различных клиниках. Посмотрите, какой разброс по данным литературы, 15-85%. И на самом деле сегодня мы знаем, что неоптимальная первичная циторедуктивная операция с последующим проведением одевантной химиотерапии не имеет особых преимуществ перед подходом, когда применяется в первом этапе неодевантная химиотерапия с последующей циторедуктивной операцией. То есть выполнение неоптимальной операции теряет в этой ситуации смысл, поскольку оно сопряжено и с риском осложнений и так далее. И только, скорее всего, приведет к задержкам в начале специального лечения, при этом без какой-либо пользы для пациента. Сегодня уже очень много говорилось о критериях отбора больных для выполнения циторедуктивных операций и оценки резиктабельности опухолевого процесса. Да, на сегодняшний день не существует абсолютных предоперационных критериев выполнения оптимальной циторедукции. Но и те методы, которые мы используем на сегодняшний день, они очень зависимы от качества подготовки специалистов, которые участвуют на перволучевых диагностах и так далее. И, к сожалению, даже диагностическая лапароскопия, как сказал Игорь Викторович, далеко не всегда может четко дать нам ответ, сможем ли в этой ситуации сделать оптимальную циторедукцию или не сможем. Сегодня мы часто обращаемся к тем критериям резиктабельности, которые были опубликованы нашими коллегами из ЭСГО. Да, это общепринятые критерии. Посмотрите, достаточно широкий разброс различных вторичных очагов при раке яичников, которые могут быть потенциально резицированы. Но на самом деле, несмотря на то, что эти критерии являются общепринятыми, они не являются общереализуемыми, потому что все зависит по многому от той клиники, куда попадает пациентка и где планируется проведение лечения. Все эти критерии, которые перечислены на этом слайде, тут указаны потенциальные резиктабельные опухоли за пределами брюшной полости и в пределах брюшной полости, в рамках конкретной онкогенекологической клиники могут быть совершенно спокойно перемещены на этот слайд, где указаны критерии невозможности оптимальной циторедукции и вариабельность и разброс этих критерий в различных клиниках может быть просто колоссальным. Почему так происходит? Вот опять же, когда слушаешь выступления наших коллег на конгрессах, конференциях, и когда с трибуны звучат лозунги о том, что да, мы должны стремиться к полной циторедукции, во что бы то ни стало выполнять эти операции, потому что они настолько эффективны, невольно задаешься вопросом, как вот человеку, поработающему практически на здравоохранении, собственно, с чем это связано, да, и как это вообще может быть реализована, вот эта концепция, да, мы всегда говорим в аспекте циторедуктивной хирургии о командной работе, то есть это действительно должна быть командная работа с привлечением специалистов из разных областей онкологии, и хирургов, и химиотерапевтов, и так далее. Фраза очень красивая, но на практике она не так просто реализуема. На сегодняшний день нагрузка на онкогинекологические, вообще на онкологические стационары достаточно высока, и объединить одних людей в едином порыве в одном месте бывает очень непросто. Часто, общаясь с нашими коллегами из различных онкологических центров в Российской Федерации, задаешь вопрос, какой у вас процент оптимальных или полной циторедукции, и получаешь часто ответы 70-80%. При этом нет никаких ни публикаций, нет ни докладов, ничего. Это просто утверждение. Поэтому, конечно, когда мы занимаемся такой циторедуктивной хирургией, необходимо создание базы данных, утверждение форм хирургических, потом онкологических протоколов и создание целой системы документирования, для того чтобы иметь возможность оценивать эти результаты. Следующий момент, который здесь нужно учитывать, это, конечно же, уровень технической оснащенности. Ну, наверное, нельзя идти на обширную циторедуктивную операцию, имея в руках стандартный набор инструментов, где зажмут Кокера, Микулича и один монополярный диагулятор. Здесь, конечно, имеет значение техническая оснащенность операционная. Мы знаем, что в наше время далеко не всегда и далеко не везде уровень соответствует такой хирургии. Следующий фактор, который тоже нужно учитывать, это первичные циторедуктивные операции, когда мы стремимся к полной циторедукции, это многочасовые операции. И это операция на целый день. Что мы имеем сегодня и в региональных онкодиспансерах, и в некоторых федеральных центрах? Это одна операционная, например, по мощности стационаров тысячи операций в год, одна операционная и очередь из госпитализации на месяц вперед. В этих условиях можем ли мы все-таки выделить целый операционный день для выполнения одной операции у одной пациентки? Наверное, далеко не всегда. Следующие моменты касаются обеспечения этих операций. Это и переливание крови, и сопроводительная терапия, уровень подготовки специалистов, отделение реанимации и вообще возможности отделения реанимации. Часто мы знаем, что, например, на целый онкодиспансер бывает отделение реанимации на пять коек. И как в этой ситуации осуществлять на потоке циторедуктивные операции? Сложно сказать. Осложнение – это другой вопрос, который коснусь ниже. И, конечно же, длительное нахождение этих больных в стационаре, то есть длительный период реабилитации, тоже имеет значение, потому что, опять же, достаточно большую очередь на госпитализацию онкодиспансера. И тут же нужно отрабатывать пути маршеризации больных. Необходимо соблюдение временных интервалов. Мы знаем, что если интервал между операцией и химиотерапией составляет более 20 дней, уже результаты лечения существенно ухудшаются. И далеко не всегда эти временные интервалы удается соблюдать. Именно поэтому, когда мы говорим о том, что неодевантная химиотерапия менее эффективна, чем циторедуктивные операции, и пытаемся просто об этом говорить без учтения каких-либо действий, нужно четко понимать, что несмотря ни на что, неодевантная терапия пока остается наиболее востребованным методом лечения этой группы пациентов. Потому что первичные циторедуктивные операции достаточно трудно реализовать. Малоподготовленные специалисты, экономическая эффективность, другая сторона вопроса. И обеспечение четкого взаимодействия специалистов на различных этапах. Это тоже весьма серьезное действие, которое, к сожалению, в большинстве учреждений пока не предпринято. В то же время хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки в своей клинической практике выработки стандартов мы тоже ориентируемся на результаты рандомизированных исследований, мультицентровых, потому что именно рандомизированные исследования являются отражением эффективности этой технологии в рамках ее широкой экстраполяции. И что происходило в рандомизированных исследованиях? Известные два исследования, результаты которых опубликованы на сегодняшний день, в литературе их сейчас больше, но результаты опубликованы только для этих. Мы не видим существенной разницы в этих двух концепциях, в первичной цитаредукции и в неодиуманной химиотерапии. И, конечно, в этом случае мы четко должны понимать, что если все-таки при широком применении эта технология имеет примерно равнозначные результаты, то, да, наверное, мы должны осуществлять попытки к выполнению полной цитаредукции. Но, тем не менее, все-таки востребованность технологии, касающейся неодиуманной химиотерапии, она по-прежнему достаточно высока. И в рамках широкого применения этих двух технологий она не уступает первичным цитаредуктивным операциям с последующей адиуманной химиотерапией. Да, эти исследования были подвергнуты определенной критике. Было указано, что здесь есть малый процент оптимальных цитаредукций в группе первичных операций. Достаточно скромное время этих операций было, да. Но, тем не менее, это то, что на самом деле происходит сегодня во многих учреждениях. Концепция неодиуманной химиотерапии при раке яичников, конечно, имеет существенное преимущество с точки зрения послеоперационных осложнений, потому что разница в 3, в 4, в 5 раз. Послеоперационной летальности тоже разница в разы. Достичь полной или оптимальной цитаредукции после проведения неодиуманной химиотерапии обычно удается гораздо большим процентом случаев. И, конечно, мы не должны забывать о качестве жизни больных, которые тоже имеют огромное значение. Да, есть недостатки этой концепции. В частности, неодиуманная химиотерапия может приводить к достаточно серьезным техническим трудностям выполнения операции в результате тесмоплазии, может приводить и к формированию платинной резистентности, и целый еще ряд недостатков, но которые все-таки не являются критическими в реализации этой концепции. И завершая свой доклад, уважаемые коллеги, мне бы хотелось обратить ваше внимание на результаты рандомизированной исследований с торпом трайла, которая была посвящена той же проблеме оценки первичной цитаредукции с иннованной химиотерапией, иннованной химиотерапией с интервальной цитаредукцией. И посмотрите, какие цифры на сегодняшний день опубликованы авторами этого исследования, что осложнения, связанные с третьей-четвертой степенью осложнений по клавьям в группе первичных цитаредуктивных операций почти в 10 раз превышало аналогичных показателей в группе интервальной цитаредукции. И смертность, которая составила существенные цифры, тоже была зафиксирована в группе только первичных цитаредуктивных операций. И, конечно, когда мы говорим о выборе первичной цитаредукции или неодевантной химиотерапии, мы должны тоже оценивать эти риски, и эти риски должны быть приемлемы. Поэтому на сегодняшний день, да, мы знаем из проспективных и ретроспективных исследований о том, что неодевантная химиотерапия потенциально может иметь более низкие результаты лечения, чем первичная цитаредуктивная хирургия с последующей одевантной химиотерапией в условиях работы подготовленных команд специалистов. Но на сегодняшний день по-прежнему она одевантная химиотерапия, в частности, в Российской Федерации остается одной из наиболее востребованных технологий в лечении больных дезинерным раком. Спасибо за внимание.